Вот, братва, с вами Рома Михайлов, YouTube канал Всембокс. Сразу прошу прощения за то, что сегодня вот такая картинка и то, что сегодня вот такой звук. Я нахожусь сейчас в Москве по делам, поэтому, как говорится, лучше сделать не смогу. Но лучше ли мы, чем эта картинка, наблюдали бой, это, конечно же, большой вопрос. И что сделали, что самое главное для этого бойцы. Что касается Келеба Планта, то что уж тут говорить, план в этот раз оказался реально плохой. Но реально лучше был в прошлые разы план. А тут что-то крутил, крутил, крутил. И так совершенно Канело и не приколол. Хотя, казалось бы, дорога от рыжего до бледного совсем коротка. Но здесь этих дорог не было даже и совершенно видно. Совершенно видно. Никак не могу положительно охарактеризовать работу американца. Да, был хороший первый раунд. Единственный раунд, который он взял, на мой взгляд, и никак кричали. Русские комментаторы этого боя, как будто там Калеб там забирает от раунда за раунду. Но, видимо, они не ожидали. А вы знаете, что я большего ожидал от американца. Поэтому, когда я увидел это, когда я увидел первый раунд, да, он двигается, работает передней рукой. Но как только включился Канело со второго раунда, мы об этом поговорим позже. Вы сами видели, что произошло. Самый показательный момент для меня был, с точки зрения понимания вообще этого плана, это момент в седьмом раунде, момент в седьмом раунде, когда Канело встал канатом и сказал «Все, делай со мной все, что хочешь, ломай меня полностью, я хочу, чтобы ты ломал меня». И он не сделал ничего. Калеб просто не смог сделать ничего. И в целом было видно, что у него он вообще не понимает, что сделать с Канело. Вообще не понимает, что сделать с Канело. Но, с другой стороны, мы знаем, что путь к сердцу мужчины, как говорится, лежит через его желудок. И через желудок по заветам Роберто Дюрана Канело Альварес и начал, грубо говоря, свою победную поступь со второго раунда в этом бою. Почему я вспоминаю в этом бою Дюрана? Да потому что, когда Роберто Дюрана, великого чемпиона, спрашивали не раз, как бы вы дрались с Флойдом Мейвезером. А если бы с Флойдом Мейвезером у вас был бы бой, вы бы смогли бы что-то ему противопоставить. Он всегда говорил, что я бы легко справился с Флойдом Мейвезером, потому что я знаю, как бить парней в такой стойке. И если против тебя выходит парень, который работает в филишел, в стойке, в филографийской стойке, его надо жесточайше сбивать в корпус, что и сделал Канело Альварес. Просто уже увидя и услыша эти удары, которые были, начиная с второго раунда, было понятно, что фаршировка будет полная. Полнейшая будет фаршировка. И очень хочу отметить некоторые, опять же, технические моменты работы Канело. Видео сами понимаете, не могу показать, но покажу, так скажем, на пальцах. Во-первых, очень неожиданный и постоянный удар за локоть. Вы видели и знаете, что в американской стойке, как плент, стойка идет полубоком, вот здесь, постоянно вот сюда, вы обратите внимание, сколько он втыкал прямого. То есть не бокового, боковой там тоже был, но постоянно протыкал прямым, постоянно жестко в это место, в бок, так скажем, постоянно Канело копытом своим, просто копытом своим бил. Очень интересная комбинация, я еще подметил, редкая какая была, когда Канело через жеб опустил, пробил удар сюда, в корпус прямой и после прямого в корпус провел полубоковой в печень. Очень, очень была интересная комбинация. Но это только мы сейчас говорим о правой руке Канело, которая в корпус работать была, так скажем, в этом бою очень что неожиданно просто. Именно из-за стойки можно было попадать сколько угодно, но, безусловно, основная работа в этом бою шла с левой руки и через уклон во внешнюю сторону, то есть через уклон влево. Постоянно Канело делал уклон от джеба, он знал, что вот передняя рука, он не опасался задней руки, то есть правой руки планта, и он постоянно шел влево, то есть он не боялся идти под правую руку планта. Поэтому он уходил сюда влево, то есть попадал к нему внутрь, потому что вот стоит план, то есть Канело уклонялся вот сюда, в это место, не за плечо, потому что там нечего делать, если противопарить в такой стоке. А постоянно уходил внутрь, постоянно уходил внутрь, и прекрасной работой передней рукой жесточайше просто избивал американцев. Вот мы выделяли работу передней рукой перед этим боем американцев. Но как просто хорош был Канело, как он сдваивал, страивал в печень, боковой, хук, постоянно, постоянно через этот уклон, джеб, уклон, а здесь атака. На подставку принял здесь, постоянно, постоянно он проводил еще эту работу. Очень хорошая работа еще была у него опять на расплечке, которая позволяла ему попадать постоянно справа. Но не постоянно, потому что очень тяжело попадать справа человеку, который работает в американской стойке. Но Канело знал этот ключ, и все самое главное, мало знать, он его реализовал. То есть он бил постоянно оверхендом с высокого плеча. То есть, чтобы попасть в планту право-прямой удар, он его бил не с положения вот прямые плечи, а с положения правое плечо выше. То есть, что он делал? Он совершал уклон в левую сторону и одновременно бил оверхендом через закинутое правое плечо наверх. Точно так же он прекрасно работал кресты. То есть, правое сверху, здесь левое в печень. Именно в положении плечи наискосок. То есть, правое плечо выше, что позволяло ему перекидывать плечо планта, чтобы попасть в правое. Потому что просто классическим правым прямым было практически нереально попасть. И когда он проскальзывал у Канело, Канело постоянно цеплял плечо. А вот именно, потому что план еще уходил внутрь, но вот именно ударом сверху постоянно попадал Канело. Сверху и снизу. Сверху и потом с нижнего плеча слева снизу. Постоянно попадал. Что еще постоянно... Ну, про футворк мы уже говорим. Мы говорили футворк плана, но план что-то просто только крутил, а не курил, блин. Только крутил. Просто был, не знаю, на разлепе сидел. Просто ничего не делал, да? А вот Канело реально... Я уж сам как Кабанело, как Каба. Желуди как будто ищу здесь. В московской осенней листве. Так вот. Что делает Канело? Канело постоянно резал углы. Прекрасный. Просто футворк. Ничего. Просто постоянно ставил. И как канатом работающий избиение через контроль. То есть через контроль передней рукой Канело его избивал. Избивал. Это было тоже интересно наблюдать. Выставлял его в нужную позицию. И проводил свои атаки. Какой удар еще красной линией, так скажем, прошел через этот осенний мексиканский лес? Безусловно, это левый полу-хук, полу-апперкод. То есть левый боковой, который бился у него не с плеча, которая была поднята вровень с правым. А так как в стойке он постоянно делал уклон внутрь, внутрь, влево и опускал левое плечо. Постоянно у него прекрасно залетал вот этот боковой. То есть боковой полу-снизу, полу-сбоку. Потому что мы знаем, что когда парень против тебя стоит в американской, что стойки его надо выковыривать именно с этой стороны. Тяжело попасть справа. Вот здесь надо боковой. И очень хорошо, не классическим именно боковым, а учитывая то, что от бокового план будет делать движение вниз. Движение вниз. Канело бил левый боковой не по линии по классической здесь, а Канело бил полу-снизу. Полу-снизу, чтобы уже здесь его встречать. Прекрасно было это все продумано. Опять, какое уважение я отдаю Эдди Рионса тренеру Канело Леварес. На мой взгляд, что уж тут говорить, если Канело сейчас самый, так скажем, паунт-фаунт главный боксер, то получается Эдди Рионса главный тренер в мире сейчас. То есть я очень высоко его котирую. Прекрасный тренер просто. Опять просто тактически прекрасно подготовил бойца Канело. И не только тактически подготовил, а настолько Арсенал его заточил. Ну просто там, ну просто удары бронебойные. То есть все, что бил Канело, это все был акцентированный бронебой. Все, что крутил план, это вообще никак не курилось. Поэтому что уж тут сказать. Далее, что хотелось бы сказать. И даже вот этот вот удар, так скажем, главный судьбоносным, которым Канело не... Я, честно говоря, уже думал, что как бы мы ожидали по основному прогнозу моему, что до конца все-таки 12 раундов придет бой. И он так и шел. В принципе, жестко Канело бил, но план там не потрясался. И вот просто казалось бы, да, удар, который не какой-то там жестко пришелся, практически вскользь удар, но четко попал, и план сразу же ножками, что танго Мартинист танцевал. Опять же, как он был проведен, обратите внимание. Да, это был левый боковой на скачке, но это был не просто левый боковой на скачке, а опять же Канело сначала сделала движение влево. Сначала он ушел, находясь вот прямо, да, перед соперником, вот сюда, понимаете? Вот сюда, как он весь бой делал, вот этим уклоном влево. То есть вот он стоит, в мои руки, да, это хоп, сместился внутрь к противнику. Он сначала ушел сюда, потом левым боковым на скачке, и как я ожидалась, уже апперкотами добил, это уже не важно. Самое главное, что опять через эту работу было сделано. И ничего, опять же, в углу, что там в углу, плавно ему говорили, близкий раунд, там, то есть все. Ну просто, как всегда, какие-то зрители рассказывают, что они видят, и что они хотят видеть, но не пытаются как-то из угла управлять боксером. И это печально сказывается, особенно, когда такой боксер и такой тренер напротив вас. И в итоге Канело становится первым абсолютом в истории, во втором среднем весе. В 1984 году, я вам рассказывал, появилась эта весовая. Так и не было абсолютного чемпиона, который все ремни одел. Теперь это Канело Альварес, это очередная, так скажем, золотая страница в его истории. Не зря у него там золотые шорты, золотые копыта, золотых клуков только не хватает. Полностью это Кабанело, безусловно, заслужил. Ему просто респект, респект и уважуха. И ждем, конечно же, его дальнейших вызовов с точки зрения еще поднятия в весе. Еще поднятие, кто-то, конечно, хочет. Да, там есть бойцы, там как Андрадо, от которых, как говорят, Канело бегает. Посмотрим, скоро, кстати, будет Андрадо. Он же Андрей Деметриус, скоро будет драться. Посмотрим. Да, есть люди и в средних весах, с кем он хочет встретиться. Да, не он хочет встретиться, а люди хотят. Да, например, Джи, Джи, Джи. Джи такой вот есть боксер. Да, тоже вот мы все хотели бы, может быть, третий бой посмотреть. Но я, честно говоря, больше, чем бой с Деметриусом, с Геной, я хочу еще поднятие в весе, потому что я смотрю на это. Не то, как я хочу какой-то бой увидеть еще, там обязательно, там закрыть вопрос, открыть. Нет. Это реально со стороны, я смотрю, как на этот путь боксера великого, который, Канело уже войдет в историю, который идет по весам. Вот интересные вот эти вот вещи, да, может быть, с Артуриком, да, может быть, с Димой даже, там, ну, вот эти вот могут произойти бои. И это очень интересно, очень интересно смотреть, ребята. Но, что вы увидели в этом бою, какие моменты, может, вы подметили, обязательно пишите в комментарии. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки на канал, вы все подписаны. Но, самое главное забыл сказать, кто не смотрел этот бой, он находится у нас по традиции в Телеграм-канале, на который, конечно же, вы все, фанаты бокса, давным-давно подписаны. Ну, а с вами был Рома Михайлов, YouTube-канал. Всем бокс, любите бокс, смотрите бокс, а главное, занимайтесь боксом. Всем бокс. Спасибо.